Хорошо. Дорогие все, как вы знаете, мы отметили для совместителя со дня создания этого университета. И в рамках этого мероприятия пригласили Виктора Ватереса Душтавера, для того, чтобы большинство вас знакомы с ним. Одну первый раз я в главе, еще является сотрудником нашего центра. Я член-корреспондент Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института Стеклова. Сегодня представит лекцию для вас про геометрию топологию на Габраде. Спасибо. Во-первых, я очень рад прочесть лекцию для вас, потому что я вижу много молодых. А моя лекция – это необычная лекция. Это приглашение в направлении исследований, которое началось довольно давно, и истоки разные. Но я считаю главным источником, который служил развитием этой науки, Это, во-первых, теория динамических систем, и второе – алгебраическая, даже больше сказать, дифференциальная геометрия. Вот два источника. Теория динамических систем и дифференциальная геометрия. Она развивается много лет, но вот где-то, я не помню, может, лет 20 назад, я посмотрел на это с точки зрения алгебраической топологии. И оказалось, что это вот тот язык, на котором можно объяснять взаимосвязи между разными направлениями исследований, где используется понятие «немногообразие». Я заранее извиняюсь, у меня, значит, слайды на английском, потому что я за основу взял свои лекции в Японии, но, готовясь к нашей встрече, я их расширил, добавил некоторых материалов, но они по-прежнему… Основная масса осталась по-английски. Вот мой абстракт, но, пользуясь тем, что у меня недостаточно времени, я хочу начать со всем простых вещей. Какое замкнутое гладкое многообразие, самое простое, которое должны знать студенты, не жалясь, с первого курса? Это окружность. Ее надо рассматривать как подмножество плоскости комплексного переменного, где комплексные числа по модулю единица. И все. Поэтому, если вы начинаете учить все орие многообразие, начинайте с этого. Начинайте с этого, и вы увидите замечательный пример гладкого, многообразия, компактного. Следующий момент – это так называемые торы. Т-Н. Это значит, мы берем уже известную нам окружность и прямое произведение – Н раз. Опять получаем гладкое, компактное многообразие. А вот уже торы – это важно, потому что, когда вы рассматриваете динамические системы, когда, в общем, они интегрированы, то в фазном пространстве, траектории как раз и есть торы. Правда, торы не вот так, как прямое произведение, а с дополнительной структурой. Но топологически – это как раз вот эти многобратия. Чем они еще замечательные? Тем, что мы можем занумеровать координаты и, например, рассмотреть проекцию на первую координату. Когда у вас здесь появится Н минус одномерный тор, потом вы пойдете… В общем, короче говоря, у нас возникает… А, сыротеться, да? Нет. А там есть трапка справа. Что? А, понятно. Это пишется так. Магразия ММ. И оно так же, как и в случае Тора, расслаивается. Сначала у нас есть окружность, потом и так далее у нас возникает вот такая башня. Теперь у нас уже… Мы с вами увидим пример. Это будет не для картового произведения. Это будет уже последовательность рассвоения. И мы с вами… У меня, значит, все хочу предупредить. У меня вот несколько слайдов будут использовать классические понятия теоретопологические группы, алгебры и так далее. Если что-то сразу непонятно, просто себе пометьте, и это вы найдете в стандартных учебниках по этой теме. Для того чтобы… То есть вы рассматриваете мои слайды как задачи. То есть то, что вам непонятно, это задача. Я вам вручаюсь, что пользуюсь классическими учебниками, вы решите эти задачи. Но по ходу мы будем с вами разбирать примеры. Я подобрал простейшие примеры, которые, на мой взгляд, очевидны и понятны любому, который заинтересуется этой темой. Так что вы имейте в виду, будут возникать некие понятия, как задание вам разобраться с этим. И будут примеры, которые, надеюсь, будут вам понятны. Вот я вот первый слайд закончил тем, что вот эти многообразия – это не просто такая вот… моё желание заниматься какой-то экзотикой. Нет! Этот объект, который, естественно, возникает в ряде современных проблем математики. С разных точек зрения. Вот я хочу вас подвести к такой точке зрения, которая универсально позволит находить связи между разными направлениями приложениями этой группы. Ну вот, как я обещал, первые слайды будут использовать классические понятия теории групп. А именно, пусть у нас имеется лентая группа Г. И в ней две подгруппы А и В. Когда, согласно классическим понятиям теории групп, возникает понятие коммутарных. Посмотрите. Это такая подгруппа, которая порождается всеми элементами вида А, В, А-1, В-1. Итак, группа есть, две подгруппы, монетально получается подгруппы. И оказалось, что для характеризации свойств данной группы можно использовать, так называемый, нижний центральный ряд. Посмотрите. Сначала возьмем саму группу Г. Потом рассмотрим ее коммутант с собой. Это будет Градин. Ну и дальше будем продолжать. ГН плюс 1 – это коммутант группы Г с той группы, которую вы уже построили. И тогда возникает фундиментальное понятие, так называемый, нелепатентный групп. Группа называется нелепатентный, если этот ряд обрывается на неком шаге. Все. Оказывается, для того, чтобы характеризовать такие группы, надо использовать следующее понятие классического алгебра. А именно, если у нас не вообще группы, а группы, как вы знаете, бывают конечные, дискриентные, и для них все можно делать. А мы сейчас рассмотрим в топологические группы. А у топологических групп, согласно решению пятой проблемы Гильдорда, всегда можно построить алгебрули. И давайте посмотрим, что получится. Оказывается, идеал обрывы может тоже внести понятие нижнего центрального ряда. Повторяю, скоро будет пример, и вам будет все понятно. Но помните себе, вот человек, который хочет заниматься математикой, уж не обойдется без понятия группы, без понятия алгебрелей и так далее. Ну вот, я здесь написал, как можно построить нижний центральный ряд алгебрелей. И опять-таки, такое же определение. Алгебрелей гильдпатентный, если ряд обойдется на этот шаг. Человек, который будет читать учебники, встретится с таким понятием, как центральное решение. И так мы поймем, что алгебрелей является гильдпатентным, когда и только тогда, когда оно получается просто из аргелевых групп, где все коммуникаторы нулевые, последняя делается центральных решений. Вот считайте, что первый слайд, это вам такое домашнее задание разобраться с классическими понятиями алгебры и алгебрелей. А вот теперь я хочу вам представить фундаментальные результаты Анатолия Ивановича Мальцева. Он родился в 49-м году. У Брдова, извините, пожалуйста. Я люблю аргебрелей в 49-м годы. Вот. А родился он, ну, по моим оценкам, как раз в 1913 году. У Андрея Николаевича Колмогорова, как вы знаете, есть замечательная школа. И когда спрашивают, кто там знаменитый ученик Андрея Николаевича, говорят, ну, конечно, Владимир Николаевич Альбович. Но поверьте, первые его ученики были два, две звезды. Один из них это Израиль Васильевич Гельфан, который родился в 1913 году. И в этом году мы отмечаем 110 лет с днём рождения. А второй был Анатолий Иванович Мальцев. И вот они, будучи молодыми учениками Колмогорова, всегда между собой соревновались. И сейчас, если вы спросите специалистов по анализу, по интерьерным системам, кто самый крупный ученик в Колмогорова, скажут, конечно, Гельфан. Но если вы спросите алгебраистов, еще специалистов по математической логике, они скажут, ну, конечно, Анатолий Иванович Мальцев. Вот, сейчас я вам представлю результаты Анатолия Ивановича, которые в 1949 году были опубликованы в журнале «Известия Академии Наук» и сделали его знаменитым. Посмотрите, работают на эту тему с самого последнего времени. Они все начинаются с ссылки на эти работы. Какие работы? Вот, посмотрите. Что Анатолий Иванович в 1949 году, как вы понимаете, достаточно молодой человек, доказано. Кстати, это именно он ввел понятие именно доказа. До него такого понятия не было. И он ввел так, что ниль-многообразие это компактное однородное пространство непатентной группы ниль. То есть, что это такое? Это означает слабкое компактное многообразие, на котором транзитивно действует какая-то топологическая ниль-группа, которую я уже ввел, а ведром является укомпактное решение. Поэтому он доказал такие теоремы. Пусть М не многообразие. Тогда мы можем его всегда представить, как пространство орбиты односвязанной, связной, непатентной группы ввели, а г у него это просто равномерная, дискретная подгруппа вг. Вот, возвращаясь к примеру, который я вам рисовал, первый классический пример. Возьмите, пожалуйста, вещественные числа, а в качестве гамма возьмите целые числа. Когда получается, что это наша окружность, которую можно реализовать как фактор R1 по целым числам. А вот мы с вами будем иметь сейчас дело замечательное многообразие, которое будет получаться у нас с вами как евгидово пространство N по решетке, которую я вел, и это будет совершенно замечательное развитие понятия окружности. Так. Можно пояснить еще такое юниформ, можно пойти и долго. Правильно, правильный вопрос. Вот посмотрите, когда у вас есть некомпактное многообразие, как прямая, Rn и так далее, там можно брать решетку. Решетка называется равномерно, если фактор по ней это есть компактное многообразие. То есть вы можете брать решетки, которые типа обмотан, и тогда фактор не будет многообразия. Вот слово равномерно означает, что вы можете вырезать фундаментальную область и потом с двигами ее описать все пространство. Понятно, что равномерная решетка это значит такая, по которой, это дискретная во-первых, подгруппа, фактор, по которой есть компактная лавка надобразия. Так вот. Дальше. Пусть у нас имеется наша группа D, мы можем рассмотреть А в Грули, и наше именно надобразие представит, согласно первому утверждению, как пространство орбит. Тогда только показывается, что это не просто алгебрелей. У каждой алгебрелей есть структурные константы, которые выражает коммутатор по базису. И вот он показал, что, оказывается, это есть и что иное, как все структурные константы рациональны. Вот почему вот эти объекты важны и дальше квантовой механики, потому что возникает принцип квантования. Так вот, почему? Он доказал и образовывается орбит. Для любой нильпатентный алгебрелей, у которой рациональные, структурные константы рациональные, мы получаем нильмодобразие. Поэтому вот в работах современных это так и рассматривается. Берется односвязная, связанная топологическая группа литв, выбирается там решетка и проверяется. Если у исходной группы литв, алгебра литв имеет структурный констант рациональный, все в порядке и получится нильмодобразие. В чем отличается мой подход? Сейчас мы с вами увидим. Мне надо не... Вот сейчас я вам дал общее понятие. А вот сейчас придем совершенно конкретно. Я помню, когда я рассказал об этих результатах своему учителю Сергею Петровичу Новику, первая реакция была такая. Да неужели у Анатолия Ивановича Мальцева не было этого примера? Это не умаляет, как вы понимаете, результаты Анатолия Ивановича, потому что он построил общую теорию. Но нам для развития как вы увидите, потребовались конкретные примеры. то, что я говорил, это эффективность. Давайте посмотрим конкретных примеров. Абсолютно конкретных примеров. Посмотрите. Рассмотрим вот такие специальные полиномы от вещественной и примерной Т. Условия. Каждый полином начинается с Т. Он имеет степень К плюс один. А его координаты это произвольные вещественные числа. Таким образом вы можете отрежествить, как я предлагаю, LN отрежествить с Rn. Ну, конечно, зная вектор здесь, там же все координаты упорядочены, я получу мой полином. И наоборот. А теперь возникает такое понятие. Смотрите, если я возьму Rn и отправлю давайте так, для начала берем Rn. Мы договорились. Теперь берем прямую с координатой Т и отправим ее в прямую. Каким образом Т переходит в полином Px от T? Это желтеполичное отображение? И вот дальше наблюдение, что эту процедуру можно повторять. То есть, если у вас есть два полинома Px и Py, то я могу взять там позицию. Посмотрите, сначала я возьму так, а потом продолжу. сначала я возьму полином Px от T, а потом возьму полином Py от T. Проверьте, пожалуйста, вы увидите, что это не что иное, а как классическая подстановка полинома в полином. Опять вопрос такой, а как быть со степенью? Ну, так делаются в алгебре. Просто мы подставили и обрезали лишние концы. Эта процедура абсолютно корректная. таким образом мы с вами вели на эвклидовом пространстве, которое привыкли рассматривать просто каплинейное пространство с обычным сложением, мы вели структуру алгебраической группы. А вот результат, который возник относительно недавно в связи с конкретными приложениями. У каждой группы есть обратный элемент. То есть, у вас есть Px от T и это есть элемент вы хотите найти обратный элемент. Такой, чтобы умножить с точки зрения композиции, у вас был полином P0 от T, который соответствует нулю ВРН. Оказалось, что впервые эту задачу рассматривал еще Лежандр. Лежандр без этого дела. Лежандр поставил такую задачу. Он не был полиномов. Он говорил, когда было только начало теории функции, портал, что у вас есть ряд. Этот ряд начинается с T. Можно ли построить такой ряд, который при подстановке даст нам опять T. То есть, обратно. Была получена формула Лежандра. Она много раз записывалась при помощи теории комплексного переменного. Если вы посмотрите знаменитую книгу Стэнли, посвященную перечислительной комбинаторике, там на эту тему много написано, но удивительно, удивительно, вот этой формулы, которую я вам привожу, вы там не найдете. Оказалось, что эта формула детям относительно последнего времени, она вас имела в разных задачах, потому что потребовалось просто реально написать обратный элемент. Я прошу вас, это первое задание тем, кто заинтересуется, доказать эту формулу. Доказать эту формулу. Повторяю, начиная с Лежандра, почему-то в классических учебниках, повторяю, вот таких, как обстоянный Макдональд, нет этой формулы. Ее переоткрывали, когда надо было заниматься конкретным приложением. А вот то, что я обещал. Давайте рассмотрим совсем элементарный пример. один час у вас. Осталось один час. А Дерек, ну что, ты через полчаса скажешь опять? Да. Но ты предупреждал, что не будет перерыва? Мы делаем не перерыва. Нет, хотим перерыва. Да не надо. Ребята, я могу быстрее считать, но я просто хочу, чтобы вашу ногу говорится вовлечь, а потом будем быстро. Хорошо? Понятно? Да. Правда, мы же начали чуть попозже. Ну не важно, что в команды. Давайте посмотрим пример. Самый простой пример. Берем четвертмерное пространство. n равно 4. Тогда произведение точки х из r4 на y из r4 даст нам новый полином bz тоже степени 5, у которого координаты можно записать вот в явном виде. Посмотрите. Видите? Вот z1, z2, z3, z4. Вот явно это, как говорится, упражнение. Можно поинтересовать. Но посмотрите ниже. Приводится обратный элемент. Что происходит, когда мы обратим элемент? и вот здесь происходит то чудо, ради которого я и мои коллеги занимаются математикой. Если вы начнете на компьютере писать вот эти обратные элементы, и будут возникать числа. посмотрите. 2, 5, 5, 6, 3, 21, 14. Оказывается, это не случайные числа. Оказывается, 2 говорит о том, что у отрезка два конца. Числа 5 и 5 говорят о том, что у пятиугольника 5 вершин и 5 лобин. А числа, которые там, говорят, что если рассмотреть знаменитый ассоциал, многогранник старшего, то у вас получится 14 вершин, 21 ребро и так далее. Это удивительно, понимаете? Задача, казалось бы, чисто абстрактная. Как можно получить обратную функцию к ряду, дает нам числа не случайные, а те, которые кодируют, ассоциал. На эту тему я могу отдельно читать лекцию, но поверьте, ассоциал сейчас один из таких наиболее популярных выпуклых многогранников в современной математике. Осталось нам понять, а почему уже с вами поняли, что это топологическая группа. Есть умножение, есть ноль, есть обратный элемент, и очевидно есть уравнение ассоциативности, потому что мы это определили как композицию. Композиция отображения очевидно ассоциативна. Топологическая группа есть. Как доказать, что она не патентна? Очень просто. Надо просто провести определение, которое было общее, в данном конкретном случае. И вот здесь у меня перечислено, какими свойствиями обладает коммутатор и мои группы. Можете проверить, что этот ряд из гамма обрывается как раз на этом шале. И получается, что у нас группа нельпатентная. Так как у меня я смотрю, время не очень много, я вам буду комментировать мои слайды они вам будут доступны. Я прошу рассматривать за то, что вот здесь написаны формулы, как просто домашнее задание. Оказывается, эта топологическая группа имеет каноническое матричное представление. Ну, как обычно, когда у вас есть группа, то всегда спросите, какие у меня есть представления. Вот здесь написана явная формула, явная формула, которая сопоставляет каждой точке Х, линейное представление, каким образом выделется эффектор В из РН, рассматриваете его как поленом, умножаете и рассматриваете, вот у вас получилась явная формула. То есть у нас получается, что имеется представление, которое каждому элементу нашей импотентной группы сопоставляет нижнедеугольную N плюс 1 на N плюс 1 матрицу, у которой по диагонали стоят единицы. Не мудрено, что она обратима. Вопрос в том, что надо было найти формулу для обращения. Вот вам пример. Я вам приводил запись умножения для N равной 4, а вот как выглядит матрица. Посмотрите. Вот здесь явно видно представление. Оказывается, что непотентная группа тесно связана просто с обычной группой сложения в преддом пространстве. То есть за счет того, что мы можем изучать деформации. И вот смотрите, что я сделал. Мы берем умножение в Rn, которое мы задали как композицию и записали в том виде, как было на предыдущем слайде. Когда у нас получается вот такое следствие, что любое линейное преобразование Rn дает нам новое умножение. Значит, смотрите, обычное умножение. Мы делим умножение через композицию, а теперь, имея любое линейное преобразование из Rn до Rn, получаем трансформированное преобразование. По явной формуле используя то, что там написано. Посмотрите. а вот теперь дальше внимание. Давайте в качестве линейного преобразования Rn просто возьмем скалярную матрицу, то есть диагонамику, с параметром Тау. И тогда умножение мы с вами получаем так, что для каждого Тау у нас есть параметр деформации Тау, которая дает нам новое умножение, деформированное, но Тау равно 1 это умножение как композиция по реномам, а Тау равно 0 стандартное сложение. Это очень важно. Объясняем. В этом отличие от того, что я вам рассказываю абсолютно конкретно. Все формулы, как говорится, можете проверять другая. Опять-таки посмотрите на этом примере. Помните, я вам говорил, что мы можем записать для n равно 4. Но теперь у нас есть параметр, по которому можно раскладывать. И тогда оказывается, наша матрица тоже трансфорируется. Возникает матрица А1 как коэффициент квитала в первой степени и А2 как коэффициент квитала в квадрат. Следующий вопрос. На эту тему много написано, например, в книге Пандрягина в топологический группу. Если у вас есть топологическая группа, как найти однополиметрический поддруппы? В этом случае это удивительно просто. Смотрите, что я предлагаю вам. Во-первых, что такое однополиметрический поддруппы? это означает, что вы берете обычную инфлидову прямую R с параметром S, а операция просто S1 плюс S2. Как ее погрузить в нашу группу, чтобы S1 плюс S2 переходил в умножение в той группе? Это не что иное, как функциональное уравнение. Посмотрите, ФИТ от S1 плюс S2 это надо взять ФИТ от S1 подставить вместо Т, а будет параметр 2. Обращаем внимание на это функциональное уравнение. Это функциональное уравнение очень любят физики, потому что это так называемое функциональное уравнение трансляции. Это уравнение оказывается можно решать методами теории дифференциальных уравнений, а именно взять уравнение ФИТ и написать дифференциальное уравнение первого порядка. ДФИТ по ДС равняется ПИТ с условием, что ФИ при S равном нулю это Т начальное, а ПИТ это не что иное, как вы видите, это как раз производство. Возьмите это уравнение, подставьте руками с равном нулю, используйте, что здесь справа ФИТ превратится в Т, получится это уравнение. То есть у вас есть дифференциальное уравнение первого порядка, есть все, чтобы его решить. Оказывается, если вы решите по категориям Гоши, вы получите однополиметрическую группу. Но вернемся опять-таки к общей науке. Имеется алгеброли, группы Ли. Что это значит? Надо у группы Ли взять ноль и рассматривать алгебру Ли как алгебру дифференциальных операторов. И тогда у вас каждому вектору алгебру Ли будет соответствовать направляющий вектор группы Ли, который задаст нам однополиметрическую подгруппу. Опять-таки считайте это вам как домашнее задание для тех, кто захочет войти в какую замечательную науку как теория топологической группы Ли. Это общая наука. Я же вам даю пример, где вы все можете проверить руками. И тогда оказывается, что алгебру Ли это ничто иное как полиномы в степени по-прежнему n плюс 1, но которые начинаются у 1 b квадрат и все. Тогда повторяю, так как это алгебру Ли, то мы определим сумму полиномов как просто обычную полиномов в этом p1 на t плюс p2 это просто обычная сумма как говорится двух полиномов ничего нового нет. Но теперь мы эти полиномы будем брать в качестве пи уравнения, о котором я говорил. У нас получится знаменитый экспонент, который алгебру Ли отображает группы Ли вот по явной формулы. Пример. Опять-таки прошу этот пример проверить. Наши полиномы начинаются с t квадрата. Ну что проще, взять просто t квадрат с коэффициентом единицы и посмотреть, какая однопроиметрическая группа соответствует. Ответ. Оказывается, пи t s это просто 1 минус s t. Значит, я вам очень советую решить это дифференциальное уравнение, получить ответ, и вы увидите, что при s равном нулю это по-прежнему t, а при s равном единице это реакт. Вот он написан. И обратно к нему можете посчитать использован формулу прогрессии. Так что пример очень поразительный, что общую науку можно демонстрировать на таких простых примерах. Скобка литра. Да, да. Сейчас, скобку литра вы написали. Что вы говорите? На этом алгебре сложение вы написали, а скобка литра какая? Сейчас будет. А как же без этого? А как же? Это дело в том, что алгебра можно записывать по-разному. Но я сейчас выберу замечательный базис, в котором скобка литра будет просто очень красиво. Это будет алгебра ссора, вам известно. Но, повторяю, моя цель показать, что общее утверждение можно демонстрировать на таких простых примерах. Так, двигаемся дальше. демонстрироваться. Дело в том, что, как строится решетка, вы можете взять, посмотрите, вектор В, рассматривая его как элемент нашей группы, и любой элемент Х сдвинуть. это будет так называемый леверк, это так называемый левый сбег при подстановке. И он очевидно линейный, правда? А зато правый не линейный. Вот почему у нас с вами возникает нитриняное расслоение. Поэтому первый шаг, который я сделал, был такой. Как я вам сказал, у нас имеется пространство R, у которого Х имеет координаты Х1, Хn. Самая естественная решетка Zn, где вектор Z имеет координаты Z1, Zn. Проверьте, что если вы возьмете Rn и профакторизуете по этой решетке Zn, вы как раз получите вот тот самый тор, с чего я начал. Посмотрите, проекция. Вот. Оказывается, что мы сейчас с вами в явном виде увидим, как возникает нитринь многообразие. Относительно правого сдвига мы получаем замкнутое компактное многообразие Mn, которое получается фактором Rn по вот этой решетке Gm. Решетка у нас по-прежнему целые числа, но теперь же умножение нетривиальное. И что же получается, что касательное расслоение к нашему многообразию мы можем представить как прямое произведение Rn Гросс Рн, но произведение не прямое, а на датришетке Gm. Опять-таки считайте это своим домашним заданием. Как строится касательное расслоение, если это пространство у нас однородное? Ну вот, ответ на ваш вопрос. Посмотрите, что я сделал. Самый простой базис в Rn это арифметический базис. Когда у вас на вкладке вместе стоит единица а все нули. Когда согласно определению моему алгебролей надо просто рассмотреть t в степени к плюс один. И тогда оказывается очень легко посчитать опять-таки это стандартная формула, что если вы возьмете базисный вектор алгебры EI и прокоммутируете с EG это просто будет J минус I EI плюс J при условии где M G меньше чем M ну и будем считать по определению 0 если больше. Вот так возникает алгебролей кроссором всем хорошо известно но здесь она возникает естественно это правило коммутации базисных векторов алгебролей так вот оказывается что несмотря на то что наша M не является прямым произведением о башне рассвоении это многообразие парализуемое то есть его рассвоение касательно тривиальных да да а сама башня это реально это первое что заметил Терстон когда вот мы сейчас увидим он стал изучать трехмерное многообразие дело в том что когда вы берете M1 это окружность M2 это Тор там ничего тут не может а когда M3 возникает парализованное многообразие касательно рассвоения тривиальных а рассвоение нетривиальное это пример Терстона а другое дело что он просто руками а мы можем для любого им посчитать и увидеть все что получается ну вот в результате мы с вами получили последовательность линейных пространств топологических группли LR и так далее в каждом из них действует решетка все согласовано и мы получаем как раз ту башню с которой я начал но опять-таки факт который очень важен на поводу это не просто парализованное многообразие можно опираться на глубокие теоремы Патриакина Черна а здесь явно в виде о чем я говорю всем было известно что если многообразие парализуемое размерности n то оно является пленкой многообразия размера с 7 плюс 1 это надо доказывать а в этом случае не надо доказывать явная конструкция что каждая наша MN это есть граница и лактова многообразия размерности n плюс 1 я еще раз повторяю молодые люди здесь много понятий из разных областей математики но если вас заинтересует эта область исследования вы найдете здесь много нерешенных задач как да да WN плюс 1 оно какое как рассказали WN плюс 1 оно явно описывается конечно конечно оно связано вот с чем что посмотрите я вот посмотрите берем здесь D2 и рассматриваем его как множество комплексных чисел таких что модуль Z не превосходит единиц вы же видите что тогда X1 прокрутите всю конструкцию нерешенных добрать и вы увидите что на последнем шаге когда вы по MN переходите к MN минус 1 где слой X1 можете послали D2 вот вам явно конструкция а вот теперь мы переходим к следующему разделу который является фундаментом для дифференциальной геометрии мы можем алгебрули описывать чисто алгебраически но оказывается полезно ее описывать методами дифференциальной формы геометрии именно смотрите что мы сделаем мы сделаем вот что берем X точка R F это у нас наш поленом рассмотрим как говорится правый сдвиг на вектор Y получится опять поленом но мы такое ино можем разложить по Y и получите выражение посмотрите вот оно написано это выражение тогда оказывается используя уравнение статейности которое всегда используется дифференциальной геометрии мы получаем вот то самое уравнение которое написано внизу опять-таки я еще раз повторяю у меня мало времени звук уже осталось 36 минут сколько? 36 минут отлично я прошу вот это опять рассматривать как вам домашнее задание на проверку того что вот это условие которое здесь написано а именно дано определение дифференциальных операторов ДТР оно приводит нас к такому уравнению и вот вам пример как раз тот пример который звучал Терстен посмотрите естественно взяли базис Е1 Е2 Е3 ему соответствуют операторы Д1 0 0 Д0 1 и так далее если бы умножение было тримиальное то мы бы получили стандартные частные производные ДП ДХ1 ДП ДХ2 ДП ДХ3 но в нашем умножении мы получили вот такую деформацию которую здесь не описано и тогда оказывается что я любой вектор Х вот эти три вектора есть генератор вот я вам привел пример что будет когда 1 1 0 выражается как произведение операторов кстати речь идет о деприциальном операторе поэтому композицию операторов вас учили на первых курсах так как получить композицию операторов все поэтому мы можем алгебру ли рассматривать как алгебру деприциальных операторов не вариантных относительно сдвига и при этом она это алгебра у нас с вами обратите внимание вот она вот она определена вот она сейчас я хочу вот посмотрите она вся порождается операторами первого порядка но уже с переменными коэффициентами как мы с вами знаем в классическом анализе сначала строится теория дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами это как раз та самая алгебра которая соответствует в таком случае а у нас возникает алгебра с переменными алгебра дифференциальных операторов с переменными коэффициентами и скобка ли есть обычный кондунатор-оператор. Да, 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 в том-то и дело. Что, еще раз повторяю, мы сейчас возвращаемся. Я помню, когда много лет назад я на эту тему читал лекции в Манчестере, а там очень сильные дифференциальные геометры. Они сказали, и вот мы пытались переписать классическую дифференциальную геометру, когда поля описываются вот такими нелинейными. То есть дифференциальные геометры этим занимались, но у них куда цель, повторяю, построить дифференциальную геометру классических рассвоений вот в терминах нелинейных операторов. Это их задача. А вот наша задача, вот вы видите, посмотреть на это вот с точки общего подхода не только дифференциальной геометрии, а алгебры и так далее. Ну вот, пожалуйста, посмотрите. Если у нас есть дифференциальные операторы, как вы сказали правильно, тогда уже у нас есть композиция операторов, и коммутаторы – это просто обычный коммутатор дифференциальных операторов. Посмотрите, что я вам привожу к примеру, это звучитерственно. У нас как раз три оператора, кси1, кси2, кси3, которые соответствуют векторам 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Но теперь мы их рассматриваем как дифференциальные операторы. И они порождают всю алгебру дифференциальных операторов, но при этом есть соотношение. Посмотрите, кси1 и кси2 – это кси3, а кси2, кси3 коммутируют. Что мы получили? Мы получили знаменитую алгебру Гайзенберга, которая… А для любого М мы получим уже верный Гайзенберга. Это то, что как раз возникло… Гайзенберга – это один из отсов, вы знаете, квантовой физики, а сам Тернен, квантовая алгебра, Белдирог. И вот в этом примере вы сразу видите, что у вас возникает нетривиальный алгебр Рей, но А3 дает нам как раз алгебру Гайзенберга. Теперь дальше. Ну вот, сейчас я немножко берусь дальше. Дело в том, что вот мне захотелось посмотреть, если я возьму базисный вектор на таком месте единицы, дальше нулит. Какая одномерная патрубка этому соответствует? Ну, получается простейшее дифференциальное уравнение, которое предлагали вам решить, вы получите ответ. Вот он и ответ в явном виде. Посмотрите. Для каждого М мы получаем в явном виде… До этого у меня был пример. когда начинается с Т-квадрата. Т-ку, Т-н. Вот вам мы полностью получаем, как выглядит подно-прометрический подгрупп. Повторяю. Если вы посмотрите учебники, классические, фотофологические теории групп, вы не найдете таких явных примеров. А здесь еще упражнение. Решить такое простое дифференциальное уравнение первой степени, которое, конечно, вы решите. Вот я вам привожу примеры. Посмотрите. n равен 4. И вот очень важный факт. Как возникает обмотка? Мы, чтобы получить… Вот смотрите, мы двигаемся по Элену и смотрим, что происходит на компактном подобразии. Вот в случае теоров, там будет очень просто. вы крутитесь по каждой координате, и никаких проблем нет. Но откуда возникает у нас многообразие? Фактор по решетке. А здесь оказывается, что экономические одноверные подгруппы получаются единая. при этом, посмотрите. Вот, давайте посмотрим пример. Вот так. Пейте, как у нас. Пример, который я вам для Ки-1 привел. Пейте. А когда вы берете группу Ки-2, то одноправиметричная группа, в которой есть соответствие, Ветер получает там уже бочек. Почему это все-таки приводит к ТОРО? Ну, потому что легко доказать, это вам упражнение, доказать, что когда вы здесь пьем, вам надо сделать М оборотов, и тогда у вас будет целочисленный яд. Это я вам привел пример. Для Петика, привел пример для... В первом случае двоечка возникает, когда у второй, потому что подгруппы, а когда квадрат уже исчезает. Опять повторяю, эта тема именно для теории динамических систем. Но это, по-видимому, я просто, как говорится, вам заявляю. А эта тема отдельная для отдельной реакции. Теперь мы переходим уже к более тонким вещам. Сколько лет? 29 минут. Сколько? 29 минут. Вот, теперь я хочу вас предупредить. Мне сказали, что есть студенты. Сколько здесь студентов в первом курсе? Поднимите труп. Спасибо. Сколько студентов второго курса? Как нет, третьего? Первый, четвертый. Что? Первый, четвертый. Пятый, четвертый. Первый и четвертый. Так как у меня немного времени, вы можете смотреть. Я сейчас пойду уже к такому фундаментальному понятию, как комплекс Дерам. Я думаю, что студентам четвертого, пятого курса это известно. Нет. Миша, тоже известно? Но тем не менее, я думаю, что они будут готовлены. Я просто расскажу эту историю. История такая. Где-то в 20-х годах, когда начала развиваться алгебраическая топология, одновременно развивалась теория дифференциальных форм. Икартан поставил задачу своему ученику Дераму научить строить инварианты многообразия при помощи дифференциальных форм. А в то время уже было понятие гомологии, которое вводилось уже в начале 20-х. И когда Дерам стал считать, он увидел, что когда вот он считает гомологией, тогда при помощи дифференциальных форм, сейчас я скажу как, то получается сингулярная гомология с рациональными коэффициентами. Когда я писал работу «Колмонгоров и топология», я процитировал комментарий Андрея Николаевича. Он говорит, я смотрел диссертацию Дерама, в которой определены, как он говорит, гомологии, при помощи дифференциальных форм. И мне захотелось ввести к гомологии топологических пространств. Как? Как дискризизацию дифференциальных форм. Вот откуда взяла... Все знают, что к гомологии впервые ввел Калмогоров и Александр, ой, как Калмогоров и Александр. Но Калмогоров признался, что как раз символом был его каплиц Дерама. Давайте посмотрим, что такое каплиц Дерама. Ну, для этого нам надо с вами, опять-таки, взять учебник по такому понятию, там, дифференциальные, передоверные алтики, как общее понятие. Пожалуйста, посмотрите. Что это такое? Это совокупность линейных пространств такое, что у вас имеются так называемые дифференциалы. Это очень просто. Это линейный оператор, квадрат которого... Оператор, который пространство с индексом P переводит пространство с индексом... Нет, P-1 у гомологии. А квадраты пора 0. Все. Требуется аксиома, что если вы будете в этой алгивной пространстве перенажать, то она у вас будет кососемидричная и дифференциальное произведение утверяет пластическую форму глибинца. Ничего другого надо... Если вы хотите понять, что такое гомология градунированная алгива, а это вам потребуется, поверьте мне, в разных разделах математики, теории дифференциальных уравнений, частных производок, вам обязательно потребуется такое понятие, что гомология дифференциальная и директорных алгив. Вот я вам дал определение. Градуированная формула лейбинца. Да. Здесь вам не написано дифференциальная градунированная алгива. И тогда возникает гомология. оказывается, вот как раз засну выбирал эту задачу, которую поставил Картан. Возьмем гладкое, н-верное, компактное многообразие. Опять-таки общее. Тогда можно, так как учат в теории дифференциальной диаметрии, получить дифференциальную грудинированную алгиву вещественную дифференциальную форму. Вот я написал в явном виде формулу как грибидитамин. Значок означает, что мы рассматриваем внешнее произведение дифференциальной формы. А вот теорема так называемой теоремы Гостиси Гон-Коррэ. И вот знаменитая теорема Драма 1931 год. После этого 1934 Макарин Николаевич Макаров придумал кагомологию уже пространство. А у Драма ее шла многообразие. Оказывается, если вы возьмете дифференциальный грибидитамин, дифференциальный комплекс угла в многообразие, который я определил, и посчитаете кагомологию по тем формам, которые я сказал, вы удивительным образом восстановите кагомологии этого надобразия. Сигулярные. Что вы хотите? Сигулярные. Но в самом деле это уже отдельный разговор. Есть много теоремусов, потери разных. Но нас вот что интересует. На что я хочу обращать ваше внимание? Вот посмотрите. Эйлер. Хотите, я вам такую вещь тоже скажу? Эйлер. Он вел понятие Эйлер Ваше внимание декарта в центре внимания философии были платоновые тела. И когда Декарт увидел, что независимо от того, какое платоновое тело, число вершин, минус число ребер, плюс число двумерной грани всегда два, он стал счастливым. Он нашел философский камень, что оказывается платоновые тела обладают таким вариантом, независимым от типов. А через некое время он увидел, что это не только для платонов, любого, и положил это в стол. А вот Эйлер понял, что это очень важный вариант. Да. А Декарт доказал это для любого граника? Для чего? Декарт имел Декарт нет, он просто дал их, понимаете, всего пять. Нет, для Платона он посчитал, для любого он декарнал? Нет, 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 Ну, знаете, это надо более глубокое исследование. Но совершенно очевидно, что Декарт доказал, вообще, если читать работы Декарта, там находится столько пробиток. Я могу на отдельную тему сказать. Я находил совершенно удивительные теоремы, которые Декарт сформулировал не доказываем чисто тему. Так вот, Эйлер, Эйлер это сделал для всех многогранных. Но прошло много лет, и Пуан Харе это сделал для всех многогранных многообразий. А потом оказалось, что оказывается, что можно вести у многообразия такой вариант В0 минус В1 плюс В2 минус В3 и так далее. Причем этот вариант можно считать по Драму, а можно считать по Калмогорну. Но это будет замечательный вариант многообразия, который не зависит даже от гомотерапического класса, когда вы, как говорится, начинаете многообразие шевелить, а число, квантовое число. Это, кстати, отдельный разговор. Если вы почитаете книгу Сергея Петровича «Топология», там есть раздел «Топологическая теория поля». И он говорит, что первый вариант квантовой теории поля в Калмогорне в рапортилистике. А давайте в нашем случае посмотрим. В нашем случае посмотрим. Есть задача, которую я предлагаю решить вот какую. Представьте себе тем, кто знает, что такое локально-тримиальное расслоение. Берем многообразие и представьте себе, что оно расслаивается с базой опять многообразие. Слоем опять многообразие. Но локально-тримиальное оказывается, удивительный факт, что эрли, локально-тримиальное характеристика пространство это прямое произведение. Компактность требуется от того, как вы будете определять или с какими носителями. Но главное, что это совершенно замечательный факт, что локально-тримиальное не чувствует расслоение тримиальное или нет. Если все три компактные, то точно верно. Да. Но повторяю, я предлагаю тем, кто заинтересуется, доказать это самим. Как это доказывается? Надо вспомнить, что эрли, может опуститься от когмонодии просто для клеточного разбиения. И просто по клеточкам все увидите. Короче говоря, мы с вами получаем, что так как у нас есть расслоение МН плюс 1 база МН ослоем окружности, то эрли, характеристика любого нашего невинногообразия равняется нулю. А это сильные условия. Когда вы будете считать когмонодии, вы увидите, что как говорится, из-за вот этого закона сопровления никуда не идем. Вот. Теперь я перехожу к следующему фундаментальному понятию дифференциальной геометрии знаменитую формулу Мауро-Картана. Опять-таки, ребята, воспринимайте это как домашнее задание по дифференциальной геометрии. Что такое дифференциальная форма Мауро-Картана? Это то, что лежит в основе дифференциальной геометрии. Вот. Давайте мы сделаем вот что. Мы берем мауро-Картана, это N. Это базис левого варианта дифференциальной формы на нашей группе Ли. Ln. Берем так называемую формулу Мауро-Картана, раскладываем по Кси. А Кси это просто двойственное. Как всегда, когда есть какое-то пространство, у нас двойственное пространство. И вот мы взяли формулу Мауро-Картана, вот она так пишется. и оказывается, что вот тот самый дифференциал, который у Дерама при помощи формулы Маура-Картана записывается очень просто. Это 1-2 коммутатор этой формулы. Обращаю ваше внимание. Вообще-то, когда у вас обычная алгебра лей, то кому-то форму осу-симметрична, казалось бы, коммутатор А и Б должен 0 уравняться, а эта же форма включает еще и двойственное. Итак, у нас с вами возник алгоритм для вычисления когомологии немногобразия, потому что мы знаем дифференциал, он задается явной формулой. Посмотрите, вот вам пример. Когда первым Омега-3 это Омега-2 больше Омега-1, Омега-4 записывается так, а Омега-5 вот как написано явной формулой. А вот взяли мономицу, которая нам очень важна. Оказывается, для того, чтобы считать когомологию нашего многообразия, надо перейти внешней алгебры, но сериаломонидцы связывает когомологию алгебрами и когомологией немногобразия, которая получилась из нее. Поэтому на нашем языке для того, что нервные когомологии немногобразия, это просто когомология внешней алгебры, потому что, смотрите, у нас имеет селен-форм, они антикоммутируют, поэтому это внешняя алгебра. Правда? Здесь МН это именно тот пример, который вы рассматриваете? Да, да, нет, сейчас уже абсолютно нет. Секундочку, сейчас объясню. А нам Митцев доказал для, скажем, для всех немногобразия, в частности, для наших. Ага, то есть он не общий. Общий, потому что там будут разные теремы мамонфортамы, а у нас она уже простая. В результате у нас получается, посмотрите, Для того, чтобы посчитать когомологии невинодобразия, можно запускать когминку, потому что вы знаете внешнюю алгебру, вы знаете дифференциал. Сейчас я вам запитая вперед скажу, чем закончится наша лекция. До сих пор нет общего ответа, как описать эти когомологии. Невероятно. Мы руками посчитали на 5 миллиончиков, запустил алгоритмный компьютер, посчитал на 30. Но это пока еще только выборочный ответ. Хотя я вас призываю. Я руками посчитал когомологии и, учитывая, что у него омега 4, омега 3, омега 2, омега 1 дает фундаментальный класс, получаю ответ. Вот я прошу тем, кто заинтересуется, проделать это, например, для М5 и М6. Но не просто так, а вот так, как здесь, чтобы представить структуру. Смотрите, я увидел, что имеется 10, где если вы хотите освоить теорию дифференциальной формы, дифференциальную геометрию с этим связанное, вот вам пример, как можно все считать явным временем. 10 минут. 10 минут, отлично. Все нормально. Нормально. Значит, ну вот здесь такое упражнение. Упражнение такое. Я много раз говорил, что наше немногообразие это есть сплошенное произведение тоже. Пожалуйста, докажите, что если возьмем Q меньше, чем целая часть N плюс 1 пополам, то N плюс 1 расслаиваться с базой N минус Q, где слоем будет самое настоящее стандартное видового пространства с решеткой Z плюс 1, значит, получается вторическое, настоящий объект обычный стандартный. А что значит объект? Давайте объясню. Есть в дифференциальной геометрии так называемая голономные и неголономные формы. Я думаю, что студенты Саша Курсов наверное тоже знают. Хорошо, запомните, понимаете, я к чему говорил. Если вы хотите заняться, не заняться, а вы же где-то пришли, чтобы решать задачи современной математики, то без этого очень трудно. Вот мы говорили, что многообразие наше прорализуем. Что это значит? Что в каждой точке размерности многообразия размерностей в каждой точке есть репер из n. Но оказывается этот репер не голономный. Если вы будете обходить, у вас будет нетривиальная связность. То есть для того, чтобы повторяю основы дифференциальной геометрии надо рассмотреть такой пример. Оно конечно парализуемое, а связанность нетривиальная. И это связано поверьте мне. Есть очень хорошая книга, которая называется «Дифференциальная геометрия для физиков». Там просто сначала формулируются физические законы, а потом просто демонстрируются на этом языке. Как возникла известная вам книга, как она называется, авторы «Ной демонстрируются современные геометрические структуры поля. Когда Сергей Петрович провозгласил, в классической дифференциальной геометрии есть понятие связности, а физики говорят, есть поля Янгомилса. Понимаете? А поля Янгомилса те, которые описаны частицы. Поэтому надо сразу объяснять студенту, что когда вы строите связность, вы строите поля Янгомилса. Понимаете? На эту тему я тоже могу отдельно много рассказывать, потому что с этим связано очень много трагических историй, типа той, про которую я рассказал про Декарта, как я расскажу, как с поля Янгомилсом. Но мы двигаемся дальше. Итак, мы видим, что у нас прорезуемое, но регвер уже не голодомный. То есть, когда мы будем обходить в точке, каждый раз берем точку, начинаем двигаться по кривой, возвращаемся, а у вас регверный тридиально преобразовался. И я уже начинаю заканчивать, потому что мы пришли к следующей важной задаче. Дифференциальной геометрии возникло такое понятие, как симплитические многообразия. Они потребовались механики для описания гометонного формализма в интегрированных системах для получения динамичных систем гометонного вида. Все это сидит на понятии симплитические многообразия. Вот я снял такую маленькую подборочку и рассматриваю этот слайд опять-таки как упражнение. Главное многообразие размеров симплитические если не умеется невыжденное замкнутое два форма которые называются симплитической формой. Что значит невыжденное? Это означает что если вы возьмете ее старшую степень двумерная форма многообразия нгвн максимум множимой сети в эту степень когда это она становится формой которая под рамой задвет фундаментальный цепень. Оказывается что если у вас есть симплитическое многообразие то на его структуре всегда возникает оператор j j квадрат равняется минус единицу в поле комплексных чисел это хорошо известное число i правда? Оказывается в нашем случае для любого не многообразия хотя оно не комплексное многообразие имеется оператор i который в комплексном пространстве задает касательно расслоения к любой точке задает комплексную структуру которая непрерывно зависит от точки то есть оказалось что дифференциальная геометрия нам очень много совершает сообщает о структуре многообразия оказывается мы можем в явном виде задать вот эту форму есть такая красивая форма что эта форма в которой задает симплистическую структуру опять записывается в явном виде ну я наверное уже совсем заканчиваю но это уже такой тонкий факт из алгебраической топологии вы знаете в топологии есть такое понятие как пространство Эльберга Маклейна они определены пространство Эльберга Маклейна определены для любого целого числа n для любого целого числа n и группы скажем А Абелевый что? Абелевый вот-вот при условии что если n больше единицы то А Абелева нас интересует и n равно единица А и тогда как раз возникает вот эти наши группы тем не менее возникает пространство А А Н это пространство однозначно определяется таким образом в сочной драматуре что если взять клеточный комплекс определяет множество гомонотокрических классов отображений то получится ничто иное с коэффициентами А это фундаментальное свойство которое определяет пространство это сочной драматуре где любой А с условием что при n больше единицы это амин в частности когда n равняется 2 а нам это надо для синтетичной формы оказывается что k z 2 это ничто неное как cp бесконечность которая определяется как прямой предел n мерных комплекций проективных пространств и тут мы замечаем новое чудо над каждым пространством имеется одномерное расслоение и если мы возьмем x cp бесконечность а в самом деле достаточно брать чтобы n больше чем размер мы получим множество всех одноверных компресс как вы сказали маркет ой спасибо плохо видно повторяю еще одно чудо топологии сначала мы увидели что это двумерные топологии а оказывается это то же самое это называется группа пекарна множество всех одноверных комплексных расслоений над x применяем вот такие фундаментальные факты к нашему многообразию мы получаем что наша форму омега которая казалось бы определяется над рациональными численными в самом деле целочисленными и тогда оказывается что та форма которую я написал которая удара по вещественным числам она на самом деле на целом числе мы получаем что ту форму которую мы написали это является во-первых целочисленной есть ответственность как любой алгебра есть кучок о1 сигматизор все что угодно но это есть не что иное как структура симплексического почти комплексного многообразия и дальше возникает вопрос возникает вопрос есть такое понятие формальности которую вели Квилин и Сулейван Сулейван пораньше немножко но это считается вопрос такой что любого пространства есть гомотерапические группы а есть группа Кагамалага Кагамалага считается проще а гомотерапические группы это трудная проблема они спросили а когда знают о гомологии мы восстановим гомотерапическую структуру ответ таков есть много пространств у которых зная рациональные вещественные гомологии мы полностью восстановим гомотерапический тип и такие многообразия назвали формальными например почему это оказалось важным потом доказали теорему что в комплексном анализе любое келлерово многообразие является формальным а что дает наше немногообразие вот теорему которую доказал мой друг писавтор Элмар Рис его ученик Джонсон пусть глини патентной группы рейн а гамма дискретная покомпактная верномерная гамма 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 а в этом случае док оказывается немногообразие дает нам пример неформальных многообразий дек я продолжу что это Риал хамма пи тай что такое что риал хамма пи тай объясняю значит мы говорим что у каждого пространства есть гомотопический тип когда мы рассматриваем не одно пространство а все пространства гомотопические квалины но при этом вводится понятие рационального гомотопического типа это означает что мы рассматриваем клетки но только с точностью вот именно до конечного порядка то есть рациональной это кстати нетривиальное понятие рациональный гомотопический тип владельцы Сулливан и Квилин много работали кстати и с Сулливаном и с Квилином я это много обсуждал я могу сказать к сожалению Квилин умер довольно молодым а с Сулливаном мы недавно встречались он был на моем докладе в Принстоне и в общем слава богу все в порядке мы с ним одногодки вот так вот а ним толку пришлось ввести понятие что такое рациональный гомотопический тип грубо говоря грубо говоря если вы знаете как гомотопический эффект реврациональный чисел то вы получите все гомотопические группы дэнзоркун а есть теорема топологии как по гомотопическим группам восстанавливаться гомотопический тип вот это имеется так вот что доказал повторяю Элмор Листо и его Лик Джонсон а здесь для рациональное вещество но в самом деле понимаете в этих науках рациональное нужно потому что мы по дэнаму считаем но вообще результаты рациональной числой вот я вам сказал что доказал что доказал вот мой друг Элмор Листо и Джонсон вследствие нашего многообразия М2Н все неформальны то есть понимаете как когомологии мы знаем казалось бы и знаем какой термический тип но к чему я вас надел это считается что мы знаем последний мой слайд это проблема это приглашение всем хотя повторяю не многообразие неформально но мы даже когомологии полностью не знаем я эту задачу ставил многим своим ученикам есть замечательные результаты вот мы скоро еще на работу на эту тему напишем но повторяю с точки зрения современной мышлитной математики задача кажется простой есть внешняя алгебра есть явная формула для дифференциала легко запрограммировать можно считать но когда получится эффект когда мы сможем сказать что структура вот такая на эту тему есть знаменитая гипотеза Буштагера которую относительно недавно доказал миллионщик это была его докторская хотя до этого были результаты я могу сказать Фукс Рекорд Фегин влекши научи математики к сожалению хотя они написали что решение в проблемах штабных что они решили но как всегда когда есть такой результат возникает доказательность дырки и вот эти дырки много-много лет задействовали и вот миллионщику удалось это задействовать но только когда n равняется бесконечности понимаете а для конечных n это по-прежнему проблема спасибо 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 спасибо